Ну и в завершении выпуска. Почти 100 лет в России существуют субботники. С советских времен это и вовсе стало доброй традицией. Вот и в этом году, 14 и 21 апреля, в Подмосковье пройдет общая областная уборка территорий. Участие в ней, разумеется, примет и наш округ. Мы решили узнать, пойдут ли люберчане на субботник. На очереди свободный микрофон. Ну что, вот так, совсем скоро на улицы города выйдут тысячи жителей, чтобы навести порядок после зимы. Пора субботников настала. А вообще, рады ли этому жители и хотят ли они такие субботы? Спросим у будущих трудяк. Нужны обязательно. Консолидируют людей. Обязательно нужны. Вот как раньше были, хорошо. Со слаботами сами выходили. Сейчас не допросишься. Чтобы у нас народ немножко понимал, что не обязательно свинячить везде. Он когда сам умирает, уже потом лишний раз бычок не бросит. Может быть и должны заниматься. Люди, которые деньги получают. Ну, не занимаются же. Ну, так что приходится народу выходить людям. Ну, хочется, чтобы Москва была чистая, красивая, чтобы было комфортно, хорошо. Во-первых, народ сплачивается. Настроение хорошее. И для города хорошо. По-моему, очень здорово. Мне нравятся субботники. Сейчас век технологий, век коммуникации, телефоны, всего. Субботники нужны. Я считаю, что нужны. Ничего в этом такого нет. Наоборот, надо молодежь к труду приучать. Что в этом? Это наш город. Мы в нем живем. Надо, чтобы он был еще с каждым годом все лучше и лучше. А если вас позовут, пойдете на субботу? На субботник? Не пойду. А если вас позвали, пошли бы? Да. Да я и участвую всегда. Пошел бы, конечно. Новые знакомства, новые люди. Почему бы и нет? Я, да, взять. Ну, только там у себя дома. Конечно, если будет. Если будет возможность, обязательно. Ну что, как мы видим, в основном люберчане за субботники. Ведь так или иначе, чистота в городе начинается с каждого из нас. Мария Антонова, Сергей Гвоздев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова